Тема номер семь. Как жили земледельцы-ремесленники в Египте? Жители Египта от фараона до простого земледельца. Фараон был всесильным владыкой Египта. Ему подчинялись вельможи, царские советники, военачальники. На службе у фараона и вельмож состояли многочисленные песцы. Могущество фараона обеспечивало большое, хорошо обученное войско. На полях на строительстве в мастерских трудились земледельцы и ремесленники, которые составляли большинство египетского народа. Они должны были прокормить не только себя, но и фараона, его вельмож, песцов, воинов. Земледельцы платили налоги, отдавали в казну значительную часть урожая и приплода скота. Труд земледельцев. Огромного труда требовало орошение полей. На берегах Нила египтяне строили земляные насыпи, отделявшие одно поле от другого. Благодаря насыпям вся страна, если представить, что смотришь сверху, была похожа на шахматную доску. Во время разлива вода надолго застаивалась в квадратах, образованных насыпями. Влага пропитывала землю, а плодородный ил оседал. Земля становилась готовой к пахоте. Для орошения полей, удаленных от Нила, копали каналы. При помощи шадуфов поливались сады и огороды, куда не доходила вода во время разливов. Древние египетские мастера рисовали сценки, показывающие труд земледельцев. На одном из таких изображений мы видим, как люди рыхлят землю плугом, бросают зерна ячменя или пшеницы во влажную удобренную землю, серпами жнут колоссия. На берегу нежится крокодил. Другая настенная роспись посвящена сбору винограда, выжиманию сока. Перебродив сок, превращается в вино. В гостях у египтянина. Из выращенного зерна женщина приготовит муку, растирая его между двумя камнями. Из муки замесят тесто и в горячей золе напекут лепешек. Дерево в Египте мало, потому детей посылают собирать сухую траву. Сучья и навоз, который сушат и тоже используют как топливо для очага. На обед, кроме лепешки, может быть одна-две луковицы, подсушенная на ветру и солнце рыба, а иногда сладкие плоды, финики, инжир, виноград. По праздникам египтяне едят мясо, пьют пиво и виноградное вино. Дом простого египтянина из тростника, обмазанного илом. Вместо крыши тростниковая циновка. Двери тут редко запирают, красть все равно нечего. На земляном полу лежат также циновки, около очага стоит глиняная посуда. А вот и хозяева. Одежды на них совсем немного, ведь очень жарко. Однако они любят всяческие украшения и амулеты, мелкие предметы, просверленные камешки, раковины, бусы, фигурки. Например, карлика, бесы с безобразным лицом и кривыми ногами, которые, по мнению египтян, защищают от злых духов и несчастий. Ремесла и обмен. Египетский художник, живший четыре тысячи лет назад, изобразил строительство дома. Один человек мотыгой выкапывает глину, второй кувшином черпает воду из пруда, третий месит глину. Остальные делают кирпичи, носят их на коромысли, выкладывают в стену и следят, чтобы она стояла ровно. В Египте были горшечники, ткачи, кожевники, столеры, кораблестроители. Всех мастеров трудно даже перечислить. Сохранилось и такое изображение. Сидит женщина, перед ней глиняные сосуды, а рядом стоит египтянин, протягивающий ей рыбу. Он предлагает меняться, это самый простой вид торговли. Денег тогда еще не было, если приходилось оценивать товар, то говорили, он стоит столько же, сколько корова, или сколько два мешка зерна, или сколько десять медных колец. Песцы собирают налоги. Песцов также можно видеть на древнеегипетских изображениях. На коленях они держат листики для записей. В правой руке у них тростник, у них тростинка для письма, а запасные тростинки за ухом. Песцы очень нужны мельможам и фараонам. Они сосчитают и запишут все, что им прикажут. Сколько собрано зерна, каков размер полей, обрабатываемых земледельцами, и какой налог каждый из них ежегодно обязан отдать. А земледельцы боятся песцов и жалуются на судьбу. Саранча и гусеницы испортили посевы. На полях появились мыши, но в положенное время к берегу причаливает лодка. В ней сидят песец и несколько стражников с прутями и палками. Горе тому, у кого не хватает зерна для уплаты налога.